Новую рабочую неделю губернатор региона Павел Коньков начал с визита в Ильинский район. Здесь уже не первый год реализуют масштабный инвестиционный проект. Компания «Ильинская агро» специализируется на разведении мясных пород крупного рогатого скота. Мы специализируемся на двух основных породах. Это герифорд и абердинангус. С 2015 года мы являемся племенным репродуктором по породе герифорд. Серьезно занимаемся генетикой по данной породе. Сейчас ведем селекционную работу по породе абердинангус. И планируем в ближайшее время получать племенной статус и по этой породе. На сегодняшний день общая поголовье составляет порядка 2000 голов. Такое серьезное поголовье нужно чем-то кормить. Первое время кормовую базу приходилось закупать. Теперь еду для коров выращивают здесь же, в Ильинском районе. Посевная уже в самом разгаре. К счастью, хватает и техники, и людей, и семян. Есть, конечно, и проблемы. Например, ощущается недостаток площадей под посев. А те поля, что есть, достались не в лучшем состоянии. Мы работали полностью на залежных землях. То есть, это земли, которые порядка 15-20 лет не возделались. Первый год основной задачей было привести землю в порядок, ее выровнять. Мы, соответственно, поскольку увеличиваем поголовье, и за последние три года оно у нас увеличилось фактически вдвое, возникают проблемы с кормовыми культурами в связи с тем, что растет поголовье. Плюс в прошлом году мы приобрели имущественный комплекс бывшего колхота Исаевский, который находится здесь чуть дальше. Мы сейчас находимся в стадии проектирования молочной фермы, примерно на 500 голов дойного. То есть, мы планируем делать реконструкцию. И, конечно, для возросшего поголовья маточного по мясному скоту и по молочному необходимы дополнительные земельные участки. Губернатор работы и предприятий остался доволен. Это крупный инвестор, не менее крупный работодатель. Да и Ильинскому району, который сельхознаправленностью никогда не отличался, полезно такое соседство. Проект реализуется успешно. То есть, по 2000 уже сегодня поголовье, около 4000 гектар земли обрабатывается. Есть высокая вероятность, что уже с будущего года предприятия выйдет на безубыточную работу. Понятно, что сегодня затраты, понятно, что сегодня еще прибыль получать трудно. Решить проблему с нехваткой полей несложно. Глава региона дал поручение профильному департаменту и главе Ильинского района подобрать земли из числа невостребованных сельхоздолей. В планах у руководства компании после расширения территории расширить и само производство. Начать разведение не только мясных пород коров, но и молочных. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново, Ильинский район.